всем огромный привет хочу записать очередной выпуск рукодельного дневника больше рукодельного чем вышивального в данном случае так как наверное рукоделками занималась чуть побольше хотя они все равно все на основе вышивки сегодня 12 октября и посмотрим что он 12 октября у меня есть в процессах и в результатах некий некий такой отчет я думаю что пора подводить немножечко о процессах которые я сейчас продолжаю во первых это набор от рт о если помните гость на балконе по моему называется здесь я немножечко уже перекрутила канву и пошли окна которые полукрестом вышиваются и осталось в принципе совсем немного правда будет опять вот это смешение нитей как здесь на букете здесь опять пойдут деревья листва какие-то цветы поэтому будет не так просто как вот в этом районе но потихоньку мне продвигается я правда ее не немного шила потом отложила отложила потому что мне хотелось вот эту вышивку закончить мою блондинку конечно мне не удалось ее закончить это просто какие-то оптимистические у меня были настроения мне казалось что внук давай 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 совсем чуть-чуть и она закончится ничего подобного я успела только вышить ну какие-то подробности здесь ну просто сумасшедшие переплетение смена нитей переплетение цветов вот сам вот этот элемент украшения ее прически ну вот он меня просто вымотал надо сказать я прям устала нитку менять и настолько у меня вымотал что я был просто отложил я поняла что все никаких больше сил нет мне кажется как вот когда я отложила этот вышивальный процесс я даже по моему в сутки ничего в руки не брала но я дольше чем сутки не могу воздерживаться мне нужно срочно что-то еще взять и я решила ударить по новогодним сюжетам так как новый год уже не за горами не успеешь оглянуться а уже зима окатит в глаза как говорят и найдя небольшую схемочку в интернете я отдельное видео снимаю в этой работе поэтому я все все ссылочки и все что касается этой работы я там сделаю и оставлю а здесь просто покажу еще как свой может быть итог и момент на котором я запутнулась это вот завязывать бантик мне в этом признаться как-то совершенно неловко но я не умею завязывать бантики то есть я настолько мучилась попереводила вот эти ленты и до сих пор у меня это елочка без бантика надеюсь что все-таки я это сделаю каким-то образом чудесным этот пин кип у меня будет завершён но о нем подробнее в отдельном видео дальше я закончила вот эти фартушке я показывала только вышитых дедов и вот и теперь они у меня в законченном виде что-то к ним постоянно липнет ну так как здесь вышивка на обратной стороне наверное было бы некрасиво я решила закрыть это просто тканью это ткань для петчворка по цвету она красная мне кажется подходит замечательно с какими разводами а вот ну и получился такой новогодний фартук и даже не один а четыре штучки они все одинаковые поэтому я не знаю наверное нет смысла показывать каждая 5 отдельно просто покажу что оформился оформились они у меня вот так по новогоднему красно и празднично далее я полезла посмотреть какие у меня есть новогодние наборы что-нибудь хотелось небольшое и я достала вот этот новогодний набор от неокрафт он был куплен еще осенью 2014 года я только начала снимать видео и выкладывать их на youtube и вот я показывал своих самых первых покупках приступа синего шапоголизма и там вот среди покупок и этот набор тоже промелькнул называется веселый снегопад он отшивается на вот таком был фасте в горошек и с пришивными пуговками я отшила этот сюжет с удовольствием и я взялась за него в первую очередь еще и потому что я представляла где он может быть потом оформлен то есть какой он примет окончательный вид и окончательный вид это пин кип в итоге я вышла этих снеговиков они получились мне кажется очень веселыми даже лучше чем на картинке по моим ощущениям но они здесь более живые на картинке это конечно совсем не то единственно если вы посмотрите на картинку и на отшив то сразу видно что красный цвет на картинке красный она отшивен все-таки темно-оранжевый немножечко меняется тон и там где оранжевый на картиночке желтый в реальности оба на вот только сейчас заметила что я не отшила вот здесь на шарике посмотрите вот здесь на шарике есть белый бэк а у меня этого нет я забыла про него совсем не знаю теперь можно наверно сверху как-нибудь его приладить ну я думаю что даже не страшно если его здесь и не появится в итоге с этим пин кипом я долго мучилась я не знала как его сложить у меня здесь аж три картон очки получилось то есть вот сама подложка на которую я потом пришила вышивку на картонке на самом деле весь этот пин кип разборный то есть если мне вдруг захочется вытащить отсюда вышивку я могу ее просто выбрать и сама вышивка там на двусторонние скотчи это прекрасный вариант если захочется поменять оформление надоело такое захотел поменять пожалуйста обратная сторона у меня тоже из этой же ткани это такая фланелевая что ли ткань хэбэшная опять же для пэтчворка магазине леонардо я уже покупал такую ткань давненько она вот сейчас мне пригодилась мне кажется цветовом решение очень подходит на ощупь просто безумно приятная и тоже эти две половинки склеены на двусторонний скотч и чтобы закрыть все это безобразие и у заодно украсить пин кип приклеила вот эту ленту это лента на клеевой основе принципе она просто-напросто сама приклеилась я больше ничего с ней не делала я даже не стала делать никакую петельку на этом пин кипе хотя наверное можно что-нибудь придумать потому что он у меня просто будет стоять его поставлю на комод на комоде вот ближе к новому году вы стоять мне кажется совсем неплохо получилось это что касается этой работы вот она у меня как-то началась и закончилась без всяких перерывов что было замечательно и хочу показать игольничку которую мне тоже завершилась игольничка это сказано конечно не совсем верно так как это не игольничка а целая игольница как-то я вышивала вот этот примитив мне захотелось игольницу вот такую некую демонстрационную что ли игольницу чтобы она была большая чтобы сюда можно было все что угодно воткнуть я нашла подходящий примитив чик вышла его на канве канва с такого винтажного эффекта с неоднородно неоднородная на окраске зеленоватого цвета я точно такую же канву использовала под улитки если вы помните они потом пошли у меня в мешочек я в мешочек оформляла а тут я решила сделать некую игольницу когда вышли сеть и цветочки кстати очень необычный подбор цвета я не думала что темно-зеленый цвет может хорошо подходить под лепестки у цветка да ну вот странновато несколько смотрится то есть возможно я не совсем согласна с выбором цвета но как дизайнер придумал я не отходила я посмотрела в своих остатках ниточек и у меня здесь разнобой то есть есть и финка остатки какие-то совершенно идентичные дмс смотрела в карту цветов и просто сличала я очень рада что на этот дизайн у меня пошли именно те ниточки которые оставались от процессов их ты тоже надо куда-то девать но почему нет вот сюда тоже хорошо пристроились когда цветочки отшились я посмотрела на эту вышивку и поняла что здесь как-то чего-то не хватает тогда возникла идея пуговичек почему вы думаете так люблю пуговицы посмотрите как они удачно сюда присели эти птички мне кажется как было задумано вот две птички и которые как бы летят в свой домик такой скворечник сейчас поближе попробую показать мне кажется все сочетается здесь хорошо на обратную сторону у меня пошла тоже просто ткань ткань для петчворка такая идея была не яркой ткани так как по идее можно вещь то прикладная ею надо пользоваться и чтобы это дело возможно не сильно пачкалась но вот такая ткань мне кажется подошла очень хорошо и чтобы сделать некий органайзер не только для иголочек но еще для ниточек вот такие колечки из можжевельника они пахнут хорошо я пришила к ней и практически она завершена возможно завершена единственное что осталось сделать мне кажется что еще напрашивается по всему периметру этой игольницы шнурок и у меня есть подходящий шнурок некого розового цвета где-то малинового что ли но мне кажется он у меня на даче вот как только сдачи его привезу то я обязательно к этой игольнице его и пришью очень симпатичная вещица и мне даже ее приятно приятно держать в руках она настолько мягенькая хорошенькая и достаточно необычная на мой взгляд мне понравилось честно говоря вот я довольна этим результатом ну и просто для того чтобы показать в итогах чем я еще занималась еще раз покажу вот эту подвесочку на кабошонем просто для отчетности для общей отчетности но я ее подробненько показывала уже в подарках и покупках вот пожалуй и все да вот пожалуй и все мои процессы и все мои завершенные рукоделки я почему-то очень заморочилась на пин кипах сейчас так как у меня сейчас работе еще один пин кип я все никак не изображу как его сложить чтобы он был настоящим пин кипом у меня там прям несколько слоев что-то страшное то есть вот как делают паспарту двойное так у меня там тоже двойное паспарту из ткани получается да еще и задник нужно делать то есть я пока думаю как это сделать более рационально потому что такую конструкцию из четырех картонок или из пяти картонок я думаю один пин кип не потянет на этом я буду закругляться спасибо огромное что заглянули ко мне на канал всем желаю прекрасного вышивального и рукодельного настроения и всем до новых встреч пока пока